Военно-патриотический лагерь Прибужья на территории 115-го зенитного ракетного полка функционирует больше 10 лет. За этот период сотни мальчиков получили здесь первые уроки мужества. 2018 год не стал исключением. Сегодня на территории части состоялась торжественная церемония открытия первой смены. Это добрая давняя традиция. Два года назад мы праздновали десятилетие. Лагеря мы проводили уже во всех подразделениях своих, и в гершонских дивизионах, и в Курнице. И вот последние три года проводим здесь, ввиду ряда особенностей. И мы очень рады, что можем внести свою влепту воспитание подрастающего поколения. Это же ведь наше будущее. Смена в лагере Прибужья длится 10 дней, и каждый следующий – насыщение предыдущего. Будет много спорта, экскурсий, а также знакомства с жизнью полка и других воинских частей. Ребятам, будущим защитникам Родины, все эти исключительно мужские темы и увлечения очень по нраву. Это первый раз. Почему решил сюда приехать? Ну, потому что у меня друзья с лагеря были, и мне сказали, что там очень классно, вот решил прийти. Что больше всего понравилось? Ну, играть в футбол с отчетлями, и с солдатами, и разбирать оружие, стрельбу. Третий год я уже здесь. Что нравится? Ну, поездки, самая военная часть, игры. Воспитатели, добрые. Сильно не напрягают нас. Играют с нами. Помогут в трудную минуту. А что самое запоминающееся? Ну, самое запоминающееся – это, ну, там, конкурсы. Когда разбираем автоматы, там, играем в теннис, ходим на стрельбище. Всего лагерь Прибужье примет в 2018 году три смены юных жителей Брестского района. А значит, несколько десятков человек успеют здесь постичь азы армейской науки и солдатского быта, укрепить свою спортивную подготовку и силу духа, побороть вредные привычки, если такие есть, и обязательно найти новых друзей. Успешной вам смены, найти настоящих друзей, набраться сил, чтобы потом, с 1 сентября, приступить к учебе в школе и получить хорошие оценки, хорошие знания, чтобы определиться в дальнейшем жизни. С праздником вас! Нередко в число воспитанников лагеря Прибужье попадают так называемые трудные подростки. В основном возраст ребят – 11-14 лет. Один из самых непростых в жизни человека. И очень важно, чтобы они нашли свою дорогу и союзников на пути. Необходимо, чтобы ребята видели перед собой пример для подражания. Сильные и умные мужчины в форме защитники Родины подходят для этого как нельзя лучше.